добрый день значит сегодня у нас вебинар такой рубежный он предназначен для того чтобы открыть целую серию таких вебинаров которые будут связаны с реализацией в 1s rp и концепции мрp2 то есть концепции в которой происходит происходит планирование производства не только завязанная на какую-то общую продолжительность или на доступность тех или иных материалов то есть то что касается мрп1 но и которая позволяет учитывать возможности оборудования говоря вот это вот ими и есть мрп2 так ну что присоединяются еще значит каким образом будет построена наша работа сейчас я расшарю экран я покажу вам систему мы все действия наши будем именно в ней смотреть перехожу к системе 1s rp в которой мы с вами будем работать сразу же предупреждаю вопросы это все будет происходить системе версия 2 5 7 150 ну наверное сборку уже можно приподнять немножко но пока там все более или менее актуально в интересующем на функционале так с чего мы с вами начнем начнем мы с вами с общих настройках первая главная настройка которая нас будет интересовать которая нам потребуется это вот это она в общем то у меня стоит всегда и в дебо базе она стоит сразу хочу сказать что вот это вот настройка методика управления она ни к чему вас не обязывает то есть потом вы можете возможности связанные с производственными ресурсами не использовать и не учитывать их в планировании прошу прощения так какие настройки нам потребуется для того чтобы запустить планирование по производством ресурсов я сейчас вам покажу единственное что я хотел бы вам напомнить что функционал производственного планирования это вообще весь вещь не обязательно но об этом вы должны помнить из предыдущих вебинаров когда мы разбирали концепцию мрп-1 я вам говорил что мы конечно можем показать все что угодно там построить какой угодно производственный план и потом от него отказаться и зафиксировать что у нас произошло по факту производственное планирование это подспорье это дополнительная возможность но это ни к чему вас не обязывает и так что нам потребуется ну во первых давайте мы с вами создадим подразделение в котором у нас будет происходить производство значит но назовем это подразделение цех 33 то что я его сделаю еще и подразделением диспетчеркам это просто для удобства последующей фильтрации обычно это не делать конечно и обязательно надо поставить вот эту галочку по заказам на производство без заказов на производство но это мы можем не ставить это нам не потребуется дальше мы указываем интервал планирования интервал планирования у нас день и вот здесь да давайте я учет сотрудников ну давайте у нас тоже будет вот так вот коэффициент трудового участия но оформлять работы мы не будем поэтому для нас это тоже не существенно и вот сейчас я это все запишу и вернусь покажу еще одну настройку которая для нас будет иметь определенное значение вот здесь у нас производстве есть вот такая вот опция разрешить использование интервал планирования час вот тут я должен пояснить что имеется ввиду под этим интервалом планирования программа работает по следующей логике она предполагает что есть какой-то интервал планирования но значит у нас сейчас используется интервал планирования день а вот и для этого интервала планирования задается определенные ресурсы и программа при планировании она будет постепенно вот эти вот ресурсы выбирать то есть она возьмет этап производства посмотрит что за какой за какое время этот этап может быть выполнен и соответственно если это время не превышает интервала планирования то соответствующий интервал это будет размещено предполагается что любой следующий этап будет размещен в следующий период времени если у нас интервал планирования день это значит что производство по трем заказам под по трем этапам у нас займет минимум три дня интервал планирования это грубо говоря тот период который дается мастеру для того чтобы там подбить все то что у него происходит и передать работу на следующий этап там в какой-то другой цех или на другой участок если мы поставим интервал планирования час вот эти вот передачи они могут происходить ежечасно и в этом случае естественно работу процесс производства будет как бы ускоряться он будет идти быстрее но 1с не рекомендует использовать вот этот интервал планирования час потому что он очень загромождает этот процесс планирования хотя сразу хочу вам сказать что я на одном предприятии активировал эту опцию и действительно планировали использовали интервал планирования час там все работало как были нормально существует но у них были там объективные причины действительно нужно было чтобы производство крутилось быстрее так давайте я посмотрю чего написали так очень удобно систем подключения не могу вам возразить и валентин вот но как бы не я ее выбираю так давайте вернем делом значит итак у нас интервал планирования день если я поставлю значит час то здесь меня будет доступен и интервал планирования час тоже значит и еще один момент все вот эти вот галочки они уже связаны с контролем операции значит на этом и сейчас с вами смотреть не будем а вот это вот вот это вот вот это вот для нас важно значит вводить доступность в рц в рц это вид рабочих центров на день день вперед давайте мы изменим вводить мы будем на 20 дней вперед и напоминать ну напоминалку либо включать по rc сделаем то же самое значит где это будет срабатывать я вам покажу чуть позже значит завершить редактирование подразделение мы с вами настроили что еще нам потребуется ну естественно нам потребуются сами рабочие центры для того чтобы разработаться с рабочими центрами давайте мы сначала с вами значит подумаем что у нас собственно говоря будет производиться давайте посмотрим ресурсные спецификации так давайте посмотрим вот этот ресурсную спецификацию стол кухонный производственный процесс ну вот тут как раз у нас идет производственный процесс из трех этапов изготовление основания столешницы сборка упаковка но я думаю мы вот это вот спецификацию и сможем с вами использовать давайте мы с вами делаем вот что я сейчас эту спецификацию закрою сделаю копию скопировать копию у нас будет называться стол кухонный rc с рабочими центрами и так производим мы стол кухонный в качестве материала и работу мы с вами берем древесину ну и такие винтики конфирмата ну немножечко здесь у нас усложненно но мы это сейчас уберем с вами так значит мы по удаляем оставим только чистый этап а но сейчас так просто вот это вот удалить не даст не буду так лучше сделаю снова значит стол кухонные одна штука значит производственный процесс и так у нас будет этап который у нас будет называться так наименование так добавляем этап значит этап у нас будет называться изготовление ножек подразделение цех 33 так пока ничего здесь менять не будем добавляем второй этап значит это будет изготовление столешницы то же самое цех 33 и добавляем еще один этап сборка тот же цех 33 значит вот теперь самое интересное вы видите я пока еще вот этот не использовал у нас есть такая галочка использовать виды рабочих центров значит в сборке мы это использование видов рабочих центров использовать их не будем использовать виды рабочих центров и как только мы ставим эту галочку у нас появляется еще вот эта вот расшифровка здесь мы должны с вами добавить виды рабочих центров и посмотреть какие эффекты с этими рабочими центрами будут связаны но мы пока ничего добавить не можем потому что рабочие центры мы не создавали поэтому просто запишем вот этот вот вот эту вот спецификацию стол кухонной и пойдем разбираться с рабочими центрами чтобы здесь было что заполнять так вопросов пока нету пока вроде нету у нас все понятно так кто-то еще подошел так создаем рабочие центры где именно они создаются производства рабочие центры значит сразу же давайте укажем подразделение цех номер 33 и создадим новый вид рабочих центров которые у нас будет называться циркулярные пилы циркулярные пилы значит для того чтобы у нас этот функционал работал мы должны включить использование в этапах производства и настроить планирование работы в графике производства значит очень важно чтобы стоял вот этот переключатель и считывать ограничения то есть мы должны с вами учитывать что данный рабочий центр является ограничителем производства мы должны учитывать его возможности при производстве планирования значит про буферы у нас будет один вебинар связанные с буферами какие у них будут эффекты и как это вообще работает и значит доступны графики производства в чем вот разница между вот этими двумя вариантами определяется по графикам работы рабочих центров вводится для вида если мы поставим вводится для вида нам надо будет просто указать количество рабочих центров то есть мы указываем что циркулярных пил у нас три штуки и все больше ничего делать не надо и если мы ставим вот так определяется по графикам работы рабочих центров то тогда значит у нас будет вот какой момент давайте я вот здесь поставлю значит у нас максимальная доступность 8 часов в день резерв доступности давайте я поставлю скажем 20 процентов записать и закрыть значит теперь мы для циркулярных пил можем создать собственно рабочий центр если бы у нас стояла задается для вида вот создавать отдельный объект нам бы было не надо у нас будет объект cp01 значит значит расценки нам сейчас не нужны это нужно больше для операций значит график работы указывается в том случае если он отличается от общего коэффициент времени работы вот тут очень интересная настройка за счет ее можно указать что какие-то рабочие центры они имеют меньшую производительность то есть рабочие центры не равны друг другу есть у нас какая-то циркулярная пила высокомощная есть маломощная но и та и другая может и смогут использоваться в процессе так хорошо значит вот мы создали одну циркулярную пилу и 2 что я создам это у нас будут шлиф машины шлиф машина использовать в этапах тоже здесь поставлю 8 часов 20 процентов изменить учитывать по графикам рабочих центров все правильно и значит я создам две шлиф машины это будешь м 01 и это больше м 02 вот вот принципе рабочий центр мы создали как мы их используем в ресурсной спецификации ну вот смотрите значит изготовление ножек сначала мы указываем что мы будем использовать циркулярную пилу для пилу для этого изготовления и потом мы будем еще использовать шлиф машины ну и предположим на изготовление ножек нам потребуется 30 минут работы пилы и сколько-то ну скажем 60 минут работы шлиф машинами причем вот обратите внимание у нас идет вот такая вот здесь настройка загрузка нескольких видов рабочих центров у меня сразу 30 минут поставилась значит что здесь имеется ввиду имеется ввиду что вот эти вот 22 рабочих центра они будут работать параллельно одновременно друг другом такое тоже бывает вот хотя конечно по классике должно быть вот так последовательно да сначала распилили потом отшлифовали когда могут быть минута разные кстати говоря возможно независимо независимо это значит в любой последовательности это может работать но по поводу этой настроить у нас отдельный вебинар был поэтому особо я на этом не заостряю и изготовление столешницы тоже используют а виды рабочих центров добавим циркулярную пилу ну давайте 60 минут и добавляем шлифмашины давайте 120 минут так тоже вот последовательно 60 значит сборку у нас не использует виды рабочих центров она просто там идет один день так и установить статус действует я не стал указывать материалы скажем так давайте наверное все таки укажу у нас будет древесина и древесина но здесь скажем 0 1 здесь 0 и 3 1 этап это будет 2 изготовление столешницы так вот статью калькуляции не указал материалы основные так есть ну вот замечательно значит мы с вами спецификацию которая нам необходима для работы с рабочими центрами мы с вами создали теперь значит следующий наш шажок следующий наш шажок давайте я посмотрю есть ли какие-то вопросы то так все ты так значит что дальше вот у нас уже есть рабочие центры у нас есть ресурсную спецификацию под рабочие центры вот сейчас у нас будет значит шажок который в принципе достаточно прост прост но он генерирует достаточно большое количество ошибок к сожалению значит первая ошибка которая очень часто встречается когда начинают работать с планированием по рц не проверяет что происходит что творится с графиком работы предприятия поэтому если вы что-то будете делать сами первое что вам надо сделать это проверить заполнен ли у вас производственный календарь давайте посмотрим значит здесь вроде все есть проверяем результат заполнения ну да у нас есть какие-то свободные дни да в которые мы можем что-то сделать рабочие дни у нас есть все нормально теперь второй момент второй тонкий момент доступность видов рабочих центров значит для того чтобы система могла нам сказать когда мы можем выполнить тот или иной этап нам надо указать вот каждый конкретный интервал времени сколько у нас есть этого времени то есть в каждый у нас интервал день то есть в каждый день сколько часов доступно и для того чтобы это задать нам нужно поработать вот в этом рабочем месте значит указываем цех 33 ну период давайте поставим наверное до конца февраля я думаю нам хватит вот и нажимаем заполнить доступность вот здесь я сразу вас предупреждаю что после того как вы сформируете вот эту доступность поправить ее вот так вот автоматически обработкой очень тяжело и стереть то что вы запишите тоже будет очень тяжело программа но она явным образом нигде не показывают вот эти вот документы по которым фиксируется доступность рц и для того чтобы там их почистить туда надо лезть через функции технического специалиста значит есть такая настройка на всех отключена вот поэтому несколько раз проверьте все особенно на экзамене прежде чем собственно говоря формировать этот пример давайте заполним доступность значит у нас каждый день начиная с 11 февраля кроме выходных доступно 8 часов для циркулярных пил и 16 часов для шлифмашин 16 почему потому что они потому что их две штуки в принципе мы можем вот это вот график работы рабочих центров поправить значит мы можем внести туда какие-то ручные изменения но пока мы этого с вами делать не будем оставим все так как есть нажимаем сохранить изменения вот ну и теперь мы собственно говоря можем сделать можем перейти к самому интересному то есть мы можем перейти собственно к работе с заказом и планированию но прежде чем мы к этому перейдем я хочу сделать одну маленькую оговорку когда мы говорим рабочий центр как правило люди представляют себе станок то есть какой-то станок какое-то оборудование что что такое что крутится включается в сеть ну и так далее но это не обязательно так вот этим рабочий центр это то что может создать какое-то ограничение на производственный процесс это не обязательно станок например вот таким рабочим центром как бы это не звучало парадоксально может быть человек например ситуация когда выполнение каких-то работ например у сервисной организации завязано на рабочее время сервисного инженера который там проходит подготовку специальную никто кроме этого сервисного инженера ничего с рабочим цен никто кроме этого инженера работу сделать не может соответственно вот этот вот инженер человек а не станок он является ограничителем производственного процесса и вполне уместно рассматривать при производственном планировании этого самого инженера сервисного в качестве рабочего центра. Как это анекдотически не звучало. Конечно, привязывать его к основным средствам смысла не имеет, но вот здесь производственное планирование можно его использовать именно таким образом. Так. Что-то там у нас пока ничего. Так, еще кто-то есть. Хорошо. Закрываем и идем в производство. Итак, мы с вами создадим заказ на производство. Заказ новый. Подразделение диспетчер. Это у нас будет цех 33. Так. Продукция стол кухонный. Ну, давайте количество там, скажем, 20 штук. Обращаю ваше внимание, что автоматически подставилась спецификация стол кухонный с рабочими центрами. Имейте в виду, что у программы сейчас существует свой алгоритм выбора спецификации. На одном из вебинаров, как работает этот алгоритм, мы обсуждали. Указываем склад. Ну, неважно, основной. И можем еще указать желаемую дату выпуска. Ну, предположим, мы хотим 28 февраля все сделать. Но пытаемся, будем пытаться это все-таки к началу привязываться. Так. Есть. Поставили. Все хорошо. Провести и закрыть. Так. Заказ сделан. И следующее действие, которое нам необходимо, мы идем в управление очередью заказов. Выбираем цех 33. как раз остается только один заказ, который мы с вами делали. Собственно говоря, я вот для таких целей и поставил цех номер 33 с чьей диспетчером, чтобы иметь в своем распоряжении такой дополнительный фильтр. И формируем этапы производства. Пока идет совершенно привычное действие. этапы сформированы. Есть три этапа. Значит, формируется, требует уточнения. Давайте с вами посмотрим, что там у него не так. Ну, я, в принципе, догадываюсь, что. обеспечение. Склад не указан. Ну, давайте склады поставим везде. Склад у нас будет тот же самый основной. И к выполнению. Ну, давайте сформирован поставим везде. Вот так. Склад поставил. А, ну, да. Так. Так. Здесь ставим то же самое. так. Ну, вот. Смотрите, вот это вот значок. Он говорит нам о чем. И так требует планирования. Еще раз напоминаю, планирование не обязательно. Планирование может осуществляться и отсюда. У нас есть возможность спланировать выделенный заказ, спланировать несколько выделенных заказов или спланировать сразу очередь заказов. Ну, давайте мы все-таки пойдем отсюда, потому что хотелось бы еще и посмотреть, как программа вообще подходит к процессу планирования и с какой логики она исходит. Итак, планировать заказ. У нас открывается соответствующее рабочее место. Планирование графика производства заказа номер 13. Предполагается, что выпустить мы его должны с 11 по 28, и вот этот период виден здесь на графике. что мы делаем с вами планировать планировать график, все остальное мы посмотрим с вами чуть позже. что у нас получается производство у нас будет с 11 02 по 25 02. Значит, то, что здесь написано, график заказа не актуален, имеются этапы, требующие перепланирование, вот это вот сообщение, оно у вас будет оставаться, пока вы график не сохраните. все, видите, после сохранения нам пишут, что график заказа актуален. Значит, почему получилось именно так, с 11 по 25? Ну, давайте с вами посмотрим этапы, да, вы видите, что этап у нас первый идет с 11 по 15, второй с 16 по 24, 16 числа по 24 и третий выполняется за один день 25 числа. Можем даже посмотреть это на диаграмме Ганта. Вот, и сразу хочу вам сказать, что здесь вообще говоря, у нас есть определенная нелогичность, которая может быть и не повлияет на процесс производства, но по логике да, она есть. У нас вот эти вот два этапа изготовления ножек и изготовления столешницы, они независимы друг от друга. То есть мы их можем делать в любом порядке, поэтому у нас по сути дела вот здесь не первый и второй этап, а два первых этапа. В ресурсной спецификации мы можем с вами делать достаточно сложные маршруты, сложную систему этапов, там могут быть параллельная работа, там этапы могут сходиться, могут расходиться, что они не могут иметь несколько завершений, то есть завершиться мы все равно должны одним этапом, завершающий этап должен быть только один. Так, давайте еще раз гляну. Пока все слышно, видно, а то может я разговариваю, вас уже нет. там не тут да, все хорошо. Ладно, значит, давайте пойдем дальше. У нас есть вот такая вот кнопка диагностика, самое главное. Значит, как мы читаем этот отчет? Значит, недоступны интервал, у нас недоступны интервал до 10 февраля. Мы выводили доступность только с 11. Значит, что мы видим здесь? Смотрите, общая доступность. У нас есть каждый день 6 часов 24 минуты на выполнение работы. И есть еще час 36 это резерв, который мы можем использовать при желании. Как именно, значит, я сейчас вам еще покажу. Значит, вторая строка доступна для текущего этапа. И последняя занята текущим этапом. Ну, вы видите, что вот здесь у нас 6.24 занято циркулярными пилами. Этап продолжается вот здесь. 3.36 И здесь в рамках того же этапа, заметьте, здесь в рамках того же этапа используется еще и рабочее время по шлифмашинам. И здесь нам требуется еще один день для того, чтобы завершиться сошлифовалкой. Причем обратите внимание, что дальше у нас вот здесь 15 февраля вот этот промежуток свободен, а вот дальше у нас уже начиная с 16 февраля будет работать следующий этап. Но пока не завершился первый изготовление ножек со столешницами программа разбираться не будет. Хотя казалось бы, вот 15 февраля она уже может что-то сделать. Нет, этап еще не закончен. Закончится этап, тогда начнем работать над столешницей. Вот это то, что я говорил по не очень удачной схеме этапов. Дальше я думаю понятно. Вы видите, что у нас идет распиловка и потом шлифовка этих самых столешниц. Чтобы понятнее было то, что я вам сейчас говорил, давайте я сейчас закрою и покажу вот этот вот этап изготовления столешницы. Обратите внимание, что здесь у нас появился еще один ограничитель, предшественник. Мы нам показывают, что мы не можем начать работу над этапом, пока не будет завершен предыдущий. Он завершится только 15 февраля. ну, вот вы увидели, как это происходит. И вы увидели, что на самом деле происходит все не совсем так, как хочется. И возможно надо, чтобы подумать как-то и сделать этот график более как бы разумным, более удобным. как это можно сделать. во-первых, вы не забывайте, что при желании вы можете этот график всегда отредактировать вручную. Вы можете здесь указать, в какие периоды у вас будут использоваться. Это первое. Второе. Вы можете использовать дополнительные возможности планирования, которые вам доступны вот в этом рабочем месте. Когда я нажимаю планировать, я что могу сделать? Я, во-первых, могу задействовать резерв доступности. Что у меня получится в этом случае? Так, значит, вот здесь я одно не поставил. Вот полное перепланирование. планировать. Вот, есть. Сдвинули немножечко время. Что у нас поменялось? Давайте посмотрим диагностику. Значит, обращаю ваше внимание, вот сюда смотрите. Занято текущим этапом. текущий этап занимает уже не 6 часов 24 минуты, а 8 часов. То есть с помощью вот такого допущения вы можете использовать вот какой-то свой там резерв начальника цеха, который вам нужен для того, чтобы как-то наладить график. Вот. Вот такой личный запас он может быть при создании рабочих центров создан. второй момент. Мы можем сделать что? Мы можем вот при планировании создать модель. Модель это что такое? Модель это анализ что если? Анализ что если? мы делаем какое-то делаем какое-то предположение и смотрим как оно отразится на графике. Ну например мы думаем ну что ну слишком поздно получается там 20 до 23 числа ждать что мы можем с вами сделать? А мы можем ну например людей выгнать на сверхурочные работы. Сейчас конечно с этим не так легко стало но тем не менее практикуется там или кого-то там да нанять смену ну в общем будем считать что мы работаем 24 на 7 как это изменит нашу модель давайте я поставлю галочку нажму планировать значит если мы выйдем за не будем учитывать вот это вот ограничение да вот у нас по модели все будет выполнено за 2 дня вместо 12 но это вот работа 24 на 7 а можем проверить другое предположение предположим у нас неограниченный парк оборудования ну вот не хватает нам оборудования для обработки заказа мы там пойдем к соседям попросим их что-то для нас сделать к чему это приведет 15 завершимся вот также здесь возможно предположение да связанное с наличием материалов связанное с проверкой есть ли еще какие-то заказы которые мешают нам разместить наш заказ ну вот эти вот 2 настройки они никакого влияния здесь не окажут ну собственно говоря это все вот вам в самом примитивном в начальном виде как у нас работают рабочие центры как они влияют на процесс производства значит еще раз напоминаю вот этот вот вебинар у нас стартовый для того чтобы вы просто понимали как устроена эта система дальше мы будем в управление вот этими вот рабочими центрами погружаться глубже смотреть что еще может привести к изменению графика ну вот например следующий вебинар который я планирую это вебинар на котором мы будем разбираться с буферами какие они есть как они используются вот ну и дальше будет еще там несколько вебинаров по вот этой вот системе mp2 а потом мы видимо будем потихонечку начинать разбираться с операциями так вопросы да есть отчеты по планированию по системе отчетов я тоже видимо буду делать отдельный вебинар там очень всякого вот но например мы можем использовать вот такой отчет здесь так сейчас какой вам лучше показать ну например сейчас тот который я хочу я не вижу то ли он у меня куда-то спрятался вот ну например диаграмм производства заказа у нас заказ 13 ну вот здесь на диаграмме мы можем посмотреть как долго заказ будет производиться или вот так взять по видам рабочих центров вот значит здесь был отчет вот может в этой версии там по-другому как-то называется график производства но вот это еще можно посмотреть значит но это обычный планфактный анализ здесь вы особо ничего не увидите я почему-то вот в этой версии не вижу график загрузки раба вот все нашел упор не вижу ну вот например можно посмотреть за 11 числа циркулярные пилы ничего свободного нету все занято можем посмотреть до 28 числа так ну вот видите вот вам просвет о котором я говорил 15 числа есть какое-то свободное место которое можно занять чем-то полезно значит смотрите опять-таки вот если по-хорошему есть два одного вида значит если по-хорошему вы хотите учитывать отказ рц это надо подключать под систему таир техническое обслуживание и ремонт там объекты ремонта могут непосредственно быть связаны с рабочими центрами и соответственно можно зафиксировать выпадение того или иного рабочего центра а здесь вам просто придется вручную корректировать доступность рабочего центра то есть указывать что там не 16 часов а 8 вот в этом рабочем месте вот доступности доступность видов рабочих центров мы можем вручную отредактировать любой день и указать сколько на самом деле там реально времени доступно вот например вот так вот делать рад был с вами пообщаться приходите на следующие вебинары пишите какая тематика вам интересно вот будем показывать всего доброго до свидания